Добрый день, Александр Иванович. Добрый день, уважаемые телезрители. Входит обязанность председателя призывной комиссии. Давайте разделим две важные темы сегодняшнего дня. Призыв на действительную военную службу и события, которые происходят в мире. Разговор о работе призывной комиссии планировали давно, просто в силу разных обстоятельств он у нас переносился. И тут хотел бы выразить свое личное мнение по решению президента, по проведению специальной воинской операции. Это ни в коем случае не война. Мы, русские и украинцы, и те русские, которые живут на Украине, это единый народ. И ни в коей мере никто не собирается воевать. Это видно по задействованным силам, которые сейчас проводят эту операцию на территории Украины. Это силы специальных операций. Как сказал президент, в общем-то, были исчерпаны все политические методы. Это и переговоры, это попытки уговорить или потребовать. Ну, разные варианты были. Мы не говорим о том режиме, который под предводительством своих западных партнеров, кураторов напичкал территорию Украины оружием. И когда речь зашла уже о создании или возрождении создания ядерного оружия, у России не было просто других вариантов. Павел Викторович знает, о чем говорить, потому что он сам служил в специальных войсках. Тут никакого секрета нет. Моя биография или мой послужной список есть на сайте администрации Артемовского городского округа. Давайте, Павел Викторович, все-таки поговорим о работе призывной комиссии. Тем более, что совсем скоро начнется очередной призыв, 1 апреля. Третью призывную комиссию проводим в достаточно сложных условиях, связанных с пандемией. И задача была соблюсти все противопандемийные меры безопасности, не допустить распространения заболевания и среди призывников, и не перенести это в войска. С задачей призывная комиссия справилась. Я не буду называть цифры по призыву, но, в принципе, мы их выполнили и перевыполнили. При этом не допустив распространения заболеваний, нарушений закона и прав призывников. А призывник сейчас на призывную комиссию должен приходить привитым? Ему уже ведь 10-18 лет. Кто-то из них привит. Если не привит, то это организует военкомат. И они соглашаются совершенно спокойно прививаться? Да. Хорошо. А желание служить в армии у ребят, оно по-прежнему остается на высоком уровне? Желание есть. Многие инициативно, скажем так, требуют, чтобы их призвали в вооруженные силы. Дело в том, что, наверное, одна из проблем – это сейчас состояние здоровья призывников. Возможно, это связано с более тщательным медобследованием. Если раньше, как говорится, служить обязан и закрывали глаза на многие болячки, то сейчас проводится много дополнительных исследований. К сожалению, со здоровьем призывников есть проблемы. Призывая, в общем-то, молодое поколение заботиться о своем здоровье, больше заниматься спортом. Павел Викторович, скажите, а Вы можете сейчас дать определение, какой процент призывников не может идти служить по состоянию здоровья? Наверное, каждый третий по здоровью. То есть 30%? 30%, да. Но сейчас же в войсках нет таких вот проходных специальностей. Если мы, мы же с Вами помним, что были раньше в армиях, либо резы, повары и другие, как бы, вспомогательные профессии. Сейчас ребята в основном хотят идти служить либо в ВДВ, либо в спецназ, в морскую пехоту. Вот такие вот мужественные военные профессии выбирают. Вот, Вы все правильно говорите. И чтобы попасть в эти, по сути дела, элитные войска, надо иметь стопроцентное здоровье. Категория А, то есть там практически не должно быть заболеваний. Да, есть желание у ребят попасть, так называемые спецподразделения. Но, как в том этом, нет возможности. Потому что береги здоровье с молоду, как говорится. Военная профессия одна из самых престижных. Вы с Вами только что об этом говорили. А есть ли желание у юношей и девушек поступать в военное училище? Конечно, есть. И в военное училище достаточно высокий конкурс. Это один из вариантов, когда человек не прошел по конкурсу в военное училище. Предоставляется возможность, может быть, немножко иным путем, но опять же избрать военную профессию. Отслужив год, возможно, перейти на службу по контракту и в дальнейшем поступить в военное училище. Уже имея ряд льгот и опыт военной службы. Как человек военный, ответьте, пожалуйста, на вопрос. В правительстве есть планы по созданию профессиональной армии. А что по этому поводу думают военные? Профессионалом всегда лучше. На многих воинских специальностях находятся военнослужащие, работающие по контракту. Тот же самый подводный флот, военно-морской флот. Там уже, ну я не буду цифру называть, сколько по контракту. И это, по сути дела, переход на профессиональную армию. В качестве эксперимента идет, наверное, это людской мобилизационный резерв. Это когда человек заключает контракт с Министерством обороны и становится в резерв. Получает денежное удовольствие, проходит обучение, проходят военные сборы ежегодно. Это тоже, по сути, часть профессиональной армии. В связи с работой призывной комиссии, где сейчас служат наши ребята, куда их направляют, какие выставые части? Они могут служить во всех воинских частях Восточного военного округа. Основная часть, конечно, артемовцев остается в Приморском крае. Но это может быть и Хабаровск, и Сахалин, и Камчатка. Павел Игоревич, нам с вами не минуты покоя. Наступает пожароопасный сезон. Что нужно знать жителям? Меры профилактики и готовность служб чрезвычайных ситуаций. Плавный такой переход от военной тематики к пожарной безопасности. Как военные говорят, все уставы написаны кровью. Так, наверное, и правила пожарной безопасности можно также пояснить. Уже повышаются температуры, начнет высыхать трава. Это прежде всего уборка территории. Уборка территории от мусора. И прежде всего не, скажем так, не мусорить, где попало. И не бросать его. Это простые правила домового хозяйства, скажем так. Это надлежащее или печное электрическое отопление. Большинство пожаров происходит из-за неисправной электрической проводки или печного оборудования. Все, это осмотр своего домового хозяйства, уборка территории. Простые, понятные правила. Службы ЧАЭС готовы к этому сезону? Муниципальная подсистема по чрезвычайным ситуациям готова к прохождению пожароопасного сезона. Организован мониторинг. Территориальные управления нацелены на выявление места незаконного складирования мусора. Мониторинг обстановки вообще в случае возникновения пожара и взаимодействия с противопожарной службой. То есть это работа организована. Службы чрезвычайных ситуаций готовы. Администрация готова к прохождению пожароопасного сезона. А вот некоторые любители подводного лова, несмотря на положительные температуры, продолжают выходить на лед. Мы и в соцсетях, и на сайте Артемовского городского округа регулярно публикуем памятки, призывающие не рисковать свою жизнь за налагой и отвагой. Резкое потепление пошло, и хотелось бы еще раз людей призвать не рисковать своей жизнью за килограмм рыбы. Павел Викторович в городской администрации отвечает еще за развитие программы «Цифровое Приморье». И мы об этом уже неоднократно с ним говорили. Тем не менее, я спрошу, что уже сделано, а что еще предстоит сделать по этой программе. Сейчас я могу сказать, что на территории Приморского края реализуется уникальный проект, наверное, единственный или впервые в стране. Это концессионное соглашение «Цифровое Приморье». В качестве концидентов выступают Министерство цифрового развития Приморского края, город Владивосток, город Артем, Уссурийск и Находка. На территории этих городов реализуется концессионное соглашение «Цифрового Приморья». В результате предполагается создание 30 информационных сервисов. 28 из них будут реализованы на территории Артемовского городского округа. На текущий момент уже прошло проектирование этих сервисов. Но я могу их перечислить. Это и сервис умных светофоров, умных остановок, умных пешеходных переходов, сервис туристических информационных киосков, сервис видеоконференц-связи в учебных заведениях, контроль от доступа в учебные заведения и связанные еще сервисы с процессом обучения и школьного питания. Такой масштабный проект, он реализуется на территории страны впервые. А вот вся эта информация, она стекается в какой-то единый центр или она остается... Ну, я вот назвал 30 сервисов, да, там обозначил несколько. Но есть еще общий сервис. Это геоинформационный сервис, сервис открытых данных. Да, это будет стекаться в одно, скажем так, ядро, которым мы будем пользоваться. Выложить информацию о движении общественного транспорта в открытом доступе, как вариант очень интересный, да, наверное, для жителей. Этот сервис уже будет позволять синхронизировать движение общественного транспорта. Сервис аэровоздушного контроля, опять же вернемся к чрезвычайным ситуациям, это беспилотники, так называемые дроны, которые могут оценивать масштаб чрезвычайной ситуации и принимать скорейшие меры. Это тоже один из сервисов, который будет реализовываться. Сервис управления движением транспорта коммутирует, скажем так, и умные светофоры, умные пешеходные переходы. Ироничных комментариев избежать о сервисе умных остановок, а их будет установлено 17, это по гостевому маршруту от Севастопольской до Бабушкиной. Тот негативный опыт, который был в Владивостоке, постарались избежать. Это будут открытые остановки, но вместе с тем и позволяющие вызвать сотрудников правопорядка, с информационными табло, с видеокамерами. Безусловно, это оптимизирует работу городской администрации. А еще какую выгоду мы можем извлечь? Наша выгода – это комфортная, безопасная, качественная среда. И это основная задача, это основная выгода для администрации Артемовского городского округа. Сами процессы управления, оптимизация процессов управления – это тоже немаловажная задача. Камеры на дорогах, мы знаем, что сейчас их очень много установлено в Артеме, тем не менее, не хватает. То, что касается безопасности дорожного движения и средств фото-видео фиксации, в основном они будут установлены на трассе Владивосток-Находка. И, наверное, в соцсетях видели уже комментарии на Дефризе. Ну, в принципе, это тоже касается города Артема, потому что многие или живут там, работают здесь, или наоборот, да, и ездят по этой трассе. Многие себе даже не представляют, как это можно жить без интернета, да и мы с вами, наверное, тоже. Это как-то отражается в документах? Ведь обращения все, которые происходят в администрацию, они в основном идут из социальных сетей. Отражается ли это в каких-то документах в виде принятия решений? Если раньше человек приходил в администрацию, писал заявление или жалобу, ему давали потом письменный ответ. А как реагирует администрация на подобные обращения? Ну, если говорить внутренние процессы, да, то все эти обращения анализируются, концентрируются. Глава берет их на контроль. То есть это такой бумажный документ рождается. Ну, и, естественно, отчеты тоже бумажные. Если говорить о людях, то, наверное, здесь мы ушли от той бюрократической системы. Это непосредственный контакт с человеком. И когда у него возникает проблема, и он о ней пишет, специалисты с ним общаются, и уже по результатам они тоже составляют разговор, скажем так, и общаются с человеком. Также в форме телефонного звонка, либо через социальные сети? Ну, в форме телефонного звонка. То есть здесь более такой человеческий контакт, меньше бюрократизма. А внутренний процесс, конечно, они описываются, держатся на контроле. И если не исполняются, то принимаются жесткие решения. Уважаемые друзья, безусловно, интернет надолго и прочно вошел в нашу жизнь. И дальнейшее развитие общества без него, наверное, уже невозможно. И программа «Цифровое приморье», безусловно, будет развиваться. Об этом рассказал заместитель главы администрации Артемовского городского округа Павел Викторович Мизинин. А я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания и до новых встреч в эфире.